Прибор есть? Да, да, да. Первые минуты рейда, а уже есть нарушитель. Водитель рассчитывал проскочить мимо инспекторов с опущенными стеклами, но его выдало лобовое, тонированное. И как бы он не убеждал сотрудников, что все в порядке, от проверки светопропускаемости теперь не отвертеться. 12,7, 12,5. А норма какая? Ветер 5, а? Норма какая? Положено, 70% должно быть пропускаемость. Выхода два. Либо устранять на месте, либо получить предписание и устранить в течение суток. Правда, к такому автомобилю внимание от ГИБДД теперь все равно будет повышенное. Поэтому обычно автовладельцы стараются тонировочную пленку отрывать на месте. Впрочем, штраф все равно заплатить придется. Минус 500 рублей. Эта автоледи решила схитрить. Стекла у нее нетонированные, к ним приклеена сетка. Снимается легким движением руки. Но делать это надо было раньше, потому что использовать такие тоже нельзя. И часы рейда не прошло, сотрудники ДПС уже остановили довольно много машин. При этом есть у водителей такой лайфхак. Опустить боковые окна, чтобы не было видно тонировки. Но это не спасает. Отрывать все равно придется. Пять минут, два новых автомобиля. Оба с опущенными стеклами. Примечательно, что дежурят экипажи даже не в центре, а у памятника советско-польскому братству по оружию. Поднимите боковые стекла ваши. Достаточно. Сейчас произведем замеры, сетку, пропускаем из ваших боковых стекол. Стекла этого автомобиля затонированы так, что инспектор ДПС видит там свое отражение. Конечно, говорить о возможном нарушении пока рано. Нужно принести прибор для измерения светопропускаемости. Но в его показателях уже никто не сомневается. Второй замер идентичный. 4,4. Третий замер 4,5. Средний 4,4. Соответственно, стекло ваше сотребление требует искусственной влаги. Теперь над Преуговским разлетается характерный звук отклеивания тонировочной пленки. Водителю выдается предписание о том, что неисправность нужно либо устранить, либо прекратить пользоваться этим авто. Иначе ждет суровое наказание. В случаях, когда водитель не выполняет законные требования сотрудника полиции, он привлекается к административной ответственности по первой части статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность вплоть до административного ареста. Тянуть с оплатой инспекторы ГИБДД не советуют. Первые две недели скидка 50%. Дальше по всей строгости. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.